Ну, надеюсь, что и белорусы сейчас постараются и ответят верно. Друзья, в каком году Армении армянами было принято христианство? Вот женщина. Вот та вот женщина первую руку подняла. Какая женщина? Нет, не она. Вот, видишь, вот она. Да, вот идет сна. Вот это? Да. Да. И дальше. Правильно, 301 год. 301 году нашей эры. Армяне приняли религию христианства на государственном уровне. Это первая нация, которая приняла эту религию. Проходите, проходите в нам. Ну, мы идем дальше. Такой вопрос. В каком году был основан город Ереван? Вот, мужчина сразу же не дослушал. Вы блокнот посмотрели мой? Да? Подглядели, знаете. Ну, скажите, в каком году был основан город Ереван? Подойдите поближе. Не стесняюсь. Подойдите, конечно. Подходите, подходите. Я бы за бутылку вина летел бы на сцену с Браевым ответом. В каком? А? А, вы пока шли, забыли. Забыла, пока шла. В каком году? В каком году? Основа, в каком году? Ну, давайте взрослый все-таки будем подмечать. Розыгрыш живчика и сидора, он будет чуть-чуть попозже. Рубер, давай молодому человеку дадим слово. Он с самого начала викторины все тянет руку. Пожалуйста, вот молодой человек. Не 782-й. Поэтому давайте, вон, девушка руку тянула. Я понимаю, здесь уже идут люди, которые знают историю и люди, которые умело пользуются гаджетами, да? Быстренько, окей. Google, в каком году был основан Ереван, да? И тоже приветствуется. Ну что, девушка, вы будете руку поднимать? Нет, мужчина в майке Nike. В каком? Не слышу, поближе. Надеюсь. Не слышу, женщина. Может, вы скажете, в каком году? В 1936-м. Нет. В 1936-м. В 1936-м. В 1936-м. Где? В 782-й? Нет. Нет, ну не 782-й. Вот, мужчина, руку тянет. В 1938-й. Какой? Это не тысяча. Ребят, до тысячи. Пожалуйста. Спокойно, пожалуйста. Покой скажите. В 1936-м. В 1936-м. Нет. Нет, на 783-й там уже. А может, кто скажет, на сколько лет... В 1936-м. В 1936-м. Нет. Ну, я прошу прощения. Ну, а в Википедии... Ну, мы брали ответы... Скажите, пожалуйста, может, кто нам скажет, на сколько лет Ереван старше Рима? Сколько? 29. Ну, а давайте наградим женщину. В 72-й год основан Ереван, и на 29 лет он старше Рима. Вот, прекрасные женщины, ваши аплодисменты, и провожаем вас за вашим призом к нам на сцену. Давайте, я вам помогу. Нет, я должен помочь, я знаю, что вы справитесь. Ну, а я продолжаю и читаю следующий вопрос. Итак, в 2014-м году было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Что было включено? Девушка? Лаваш. Шумничка, молодец! Совершенно верно. И наш национальный хлеб Лаваш в 2014-м году был включен в список ЮНЕСКО. Итак, дорогие друзья, тоже вернемся к истории, к истории Великой Отечественной войны. И так подумайте, и назовите мне село, армянское село, родина, которая стала для более чем 20 генералов и двух маршалов СССР. Мужчина руку поднял. Чардафло, пожалуйста, проходите. Чардафло, и правильно называется это село, более 20 генералов и два маршала СССР родились именно в этом селе.